Восвитая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Пытание контрактной формы найма и уделы в уборочной кампании. Сегодня у Гомеля прошло посаджение президиума областного объединения профсоюзов. Разом с четвероногим сябром сегодня у Гомеля открылся кинологичный центр. Его творчость стала национальной культурной спадчиной. У Гомеля отбился вечер памяти народного мостака Беларуси Гавриила Вашчанки. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Основа партнерства Беларуси и Евросоюза – гандлево-экономичные относины. Гэты тезис президента Александры Лукашенки сегодня стал основанным на сустрече с комиссаром по европейской политвыце, суседства и перемовах об поширении ЕС Йоханасом Ханом. Политик прибыл в Минск разом с коллегой, якая курирует в Евросоюзе пытание личбовой экономики. Александр Лукашенко особливо подкреслив, что Минск за все дыбыл добрым транзитным окном для Европы, не створяющий пирожкод для капиталу и бизнесу. У отказ чекают с того ж – большие открытости и жадание стена сустреч. Логичная цикавость Беларуси – узмацнять экономичные совязи. Евросоюз – другий по значности рынок для беларуского экспорта. В тенденциях этого года – великая прибавка по экспорте у ЕС. Основой является наше торгово-экономическое, экономическое, финансовое отношение. Если мы будем видеть в отношениях с Европейским Союзом это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства. В противном случае мы повторим судьбу Советского Союза. Когда мы не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Да ломались, разорили страну. Если трансформировать, надо трансформировать все. Постепенно, планово, не забывая об экономике и жизни людей. Это должно быть в основе. Господин Михайлович, примером нашего подобного поведения и политики является восточное партнерство. Вы знаете, что не всем это нравится, в том числе и нашим партнерам отдельным. Но мы строго придерживаемся линии договоренностей в восточном партнерстве. Почему мы идем на сотрудничество в рамках восточного партнерства? Потому что мы предлагаем конкретные региональные экономические проекты, которые очень нужны как Европейскому Союзу, Беларуси, так и восточным соседям, нашим и вашим. Это основа. Мы идем от земли, от жизни. Позвольте согласиться с вашими словами, что за последние несколько лет нам удалось выстроить доверительные отношения. Только на такой основе мы сможем достичь чего-то конкретного для наших сограждан. Мое видение – это создание пояса благополучия в рамках восточного партнерства. Именно это будет служить гарантией нашей безопасности и стабильности. А этого можно достичь только при улучшении экономической ситуации. Поэтому развитие экономики всегда означает развитие общества и страны. Сегодня в Гомельском районе открылся международный молодежный лагерь «Дружба-2018». Его работа различена на два дня, а в субботу у дельники форума накируются в ветку, где пройдет традиционная встреча проставников приграничных областей Беларуси, России и Украины. Чем запомнится первый день работы лагеря, ведая Олег Сенсерову. На первые дни сюда приехали квартиреры. Сегодня заранее в палатках начали размещаться члены делегации, проставники студентской рабочей молоди. У первой хвилины они еще тримаются в межах своих палаточных лагерях, но всем, разумело, это ненадолго. В предыдущие годы были очень много моих сверстников, знакомых. Тоже очень нравился им этот фестиваль. Я жду от этого фестиваля, как и в остальные годы, положительных эмоций, новых знакомств, потому что это фестиваль, на котором встречаются дружественные народы, дружественные государства. Это очень важно на данный период времени. Я думаю, что тоже этот фестиваль пройдет в дружественной, достаточно хорошей обстановке. В этом году мы такое новшество ввели, что именно акцент сделали на семинарах и тренингах в рамках этого форума, потому что и Российская Федерация приехала, будет обмениваться опытом, и нашим волонтерам есть с чем поделиться. Программа молодежного лагеря «Дружба-2018» различена на два дней. Организаторы кажут, что им кнулись улишить интересы у всех удельников, починающих с проведения молодежного флешмоба, конкурса молодежных рекордов и интеллект-марафона, до спортивных споборниц и экотуристичной эстафеты с посвящением у зеленой рыцарей и зеленой дамы. Неогдейте, засушливые на дворе, в огнище у лагеря вы решили не заборонять. Урежте, вся эта территория постоянно контролируется вортовальниками. Буде и огольный костер «Дружба», здоровые для его организаторы нарыхтовали загадя. История молодежного форума славянских народов, наличивая около 50-ти годов, за минувый час изменилась и не только место проведения, а и формат. Мероприемство стало не таким массовым, как раней. А не при этом заховался головный молодежный лагерь, ранейшим сприяя умоцованию «Дружбы». Массово, прежде всего, было, наверное, отличие. Но все остальное, мне кажется, что мы за это время усовершенствовали, в частности, вот саму атмосферу. Мы сделали более лаконичной и более, наверное, приземленной к тем проблемам молодежи, которые приезжают и обмениваются своим опытом, своими эмоциями, своим настроением. Мы, старшее поколение, люди, представляющие различные ветви власти, сейчас должны создавать такие условия, чтобы те добрые традиции, которые были сформированы нашими предшествующими поколениями, нашими предками, чтобы они передавали, чтобы молодежь впитывала, видела общение старшего поколения, видели добрые традиции. Мы открыты для дружбы и российская сторона, и белорусская сторона. Мы рады видеть друг друга. Олег Синтеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Применение контрактной формы найма уделыва уборочные компании и физкультурно оздоровленчая работа. На сегодняшнем поседжении Президуума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов обмеркованы выники, проведенных у опошний час мониторныхов и удокладнены планы на летний период. Принятыми решениями подсекавилися наши корреспонденты. Вага профсоюзов до контрактной формы найма не выпадковая. Зараз контрактную форму выкористовують значна частей, чем прационный договор. Нельзя сказать, что это отбывается только в интересах наймальника. Есть шмат прикладов, коли керавники предприемства уводят контрактную форму найму для того, к обработнику официально повеличить заработную плату. А проча того контракт, продуглеживая повышение тарифной ставки и додатковый отпуск. Мониторинг, проведенный областным объединением профсоюзов, закранул перепроцовую галину. Шесть предприемствов, загольные колькостью работников, коля двух тысяч человек. Практично на всех контракты мают свыше 95% работников. Значных порушений не выявлено ни где. Сиротбадай наибольше споутюдженных, недокладное вызначение терминов выплаты зарплаты. Были выявлены отдельные нарушения в применении данными нанимателями контрактной формы найма. Однако, как показал анализ, данные нарушения не являются системными. Они являются устранимыми. Всем нанимателям выданы были рекомендации с перечнем нарушений и определен порядок и срок для их устранения. Сирот планов на ближайший час проведение областного межгалинового туристичного взлета и молодежного форума ТЭМ-2018 и удел в мероприемствах до Дня незалежности. А проща того, по зауагой профсоюзов, не застанется уборочная кампания. Зараз представники громадской организации завершили мониторинг готовности сельско-господарших предприемств до Жнева. С подшатком полевых работ увага до села повеличится еще больше. Будем катали вопросы питания, водообеспечения, создания нормальных санитарно-бытовых условий. Самая главная задача, чтобы человек пришел на работу, вернулся с работы здоровым, без травм и сохранил жизнь и здоровье. И в то же время заработал нормальные финансовые средства для своей семьи. Олег Синчуров, Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, ТЭЛИ радиокомпания «Гомель». Сегодня гомельский филиал университета громадянской обороны МНС Беларуси урочисто выпустил 109 офицеров-выратовальников. 69 из них научались на дзенной форме, 40 на завочной. Все закончили инженерный факультет. По традиции урочистость проходила на площади Ленина у Гомеля. У гонор выпускников отбылся невеликий концерт. На им курсантам вручили дипломы. После чего они развитались со стягом университета. Повеншевать выпускников с такой важной подеей у их житти приехал первый наместник министра по надзвучайных ситуациях Республики Беларусь Александр Худалеев. Мы рады тому, что сегодня эти ребята дошли до этого рубежа и перелистнут очередную страницу своей жизни. Жизни самостоятельной, жизни профессиональной. Пользуясь случаем, хотел бы высказать искренние слова благодарности в адрес профессорского преподавательского состава и, конечно же, командиров, которые вложили частичку порядочности знаний наших ребят. Ну, а ребят хочу, конечно же, в первую очередь поздравить с этим выпуском и пожелать им мужества, отваги и самоотверженности при выполнении служебных задач и служебного долга. Самый крональный момент урочистости – выконание опошней команды начальника Гомельского филиала университета. Равнясь, смирно, вольно, разойдись. И у неба взлетают офицерские фуражки. Сегодня у Гомеля на базе областного совета белорусского физкультурно-спортывного товарыства «Динамо» открылся кинологичный центр. Это суместный проект Гомельского областного клуба спортивного и декоративного собаководства и Гомельского областного эколога-биологичного центра «Дятей и молоди». Что собой уявляет центр? Ведая Светлана Князева. Открытие кинологичного центра выник 4-годового супрацовництва клуба собаководства и эколога-биологичного центра в рамках объединения по интересах юных кинологов. Кинологичный центр включает у себя учебный класс, где выхованцы будут отримывать теоретические веды, груминг-зону, заправный салон пригожостей для живел, и фотозону, где специалист научит тонкостям фотографования живел. В кинологичном центре могут займаться школьники с 12-ти годов разом со своими хатными годованцами при их наявности. Выхованцы отримают веды по философии дрессировки, анатомии, физиологии собаки, грумингу, фотомастатству. Организаторы центра ставят перед собой некольки задач. В первую очередь это воспитание личности, полноценного нормального гражданина. Это в первую очередь основной посыл. Ну и в то же время любовь к ближнему, военное патриотическое воспитание, спортивное воспитание. То есть все то, что у нас, что с кинологой связано, очень много ценно для нашего общества. Кинологичный центр в Гомеле – первый в опыте в Украине по подрихтовке юных кинологов в системе додатковой эдукации. Специально распрацована ускладненная форма двух- и трехгадового навучания. Зараз разглядается питание об выдаче у конца навучания сертификата у державного узора об отримании навыков кинологов. Что может стать первой преступкой на профессийном шляху будущих специалистов? До приклада Елизавета Драенкова у объединений юных кинологов займается уже четыре годы. Усё началось со заявления у девчины собаки. Теперь на рахунку годованца Елизаветы уже не одна узнагорода у спортивных споборництвах. Дальше зараз девчина займается на курсах судовой экспертизы. У будущем хочет отримать профессию суддей. На думку Елизаветы, у занятках с собаком шмат плюсов. Знаете, я очень люблю выступать на сцене. И когда я очень хвалят за поставленный голос. И я понимаю, что не где-то в других местах, а именно здесь мне поставили хороший голос. Организаторы кинологичного центра плануют открытие подобных центров и у инших районах Гомеля. Наступны на чердзе чугунычны. Светлана Князева, Игорь Марышченко, телерадио кампания Гомель. У Гомеля отбылся вечер памяти народного мастака Республики Беларусь профессора-академика живопису Гаурила Ващенки. И он пройшов у стенах галереи, якая с гонором носится мязна комитага майстра. Гаурил Харитонович пайшов життя в 2014 году, покинувший после себя саправды богатую культурную спадчину. Вераходна за широй любови до картины и галереи своя пошняя юбилея и он отдавал перевагу святковать минавита тут, уколе родных и близких, коллегаў и сяброў, землякаў и саправдных знатакоў высокага мастацтва. Минавита таких людзей и сабраў вечер памяти прысвечаны 90-х годзюн народного мастака. Вероніка Ворошыріна протягне. Сёня нелега уявіць сужасны Гомель без картины и галереи, якая носиць имя народного мастака Республіки Беларусь, профессора, академіка живопису Гаврила Вашчанкі. Минавита гэтая выбитна особа отыграла ключовую ролі у працесі створення такого знашного и необходного культурного объекта. Гаврил Харетонович и его жонка Матильда Адамовна подарили городу уникальну колекцію сучаснага беларускага мастацтва. Передалі яў удар Гомелю задзіны умовай, каб творчая работа не ляжали у запасниках, а були доступны народу. Отец подарил городу количество работ и отсюда, собственно, галерея пошла. Это был выбор отца собственно для выставки в городе Гомель. Тоскак его как бы родного города, хоть он не гамечен, а з Гомельской области, для нього как бы это было приятно. Этот подарок города был какой-то спонтанный даже, наверное. Ну тут просто вот пришел, кого-то я решил подарить. Ну, хорошо, здорово, и после этого вдруг появилась галерея такая. Час неумольно рухается наперед, не шкадуючи нават самые гениальные таленты. Все лето Гаврэй Лувашченко спаунилась об 90-х годов. До гэты юбилейной даты промерковали вечер памяти и открытию выставы «Майстеры-майстры» с фондов картинной галереи. Экспозиция включила творчай работа як народного мастака, так и его вушняў, колегав и сяброў. Представленные палотны адлюстровують колоритные вобразы, неподуладные законом часу. Карнают душу, промышают задуматься правысокая, ё высабляют талиновитую особу адмитнага аутара и чалавека. Гаврэйл Харытонович выхаваў больше за 200 вучняў, меж тым ён николі не имкнуся, ляпі зіх сваё подобенства, бо поважаў творчу індивідуальнасў. Дарэчы при всіх сваих высоких узнагародах и званнях, народный мастак на протягуўся гу життя заставаўся чалавекам добросумленным, працавитым, высакародным и пристойным. Вы знаете, когда я посещала его мастерскую, а обязательно раз в три месяца приезжала к нему на Сурганова 42, мы встречались с ним, мы говорили, он мог посмотреть на тебя, и этим он всё сказал. Он мог сказать несколько слов, этим тоже было всё сказано. И покидая его мастерскую, я два часа ни с кем не могла разговаривать. У меня впечатление было, что я разговаривала с Богом. Вот такой это был человек. Про свою особистую мастерскую спадшину и вот ауторы, які покинули гэты свет, застаюцца уимна заусёды. Вось ёгорыл Вашенка и зараз являецца знаковой фігурой для ўсяго сучасного беларускага мастацтва. Його работы знаходзіцца у найбуйнейших музеях свету. У Гомельской картінной галереи под бесценныя экспонаты ёгорыла Харитоновича, а так само ёго вучня, у колега ёся Броу, адвідзіны ўвесь першы паверху становы. На приканцы ліпеня плануюцца на месец ўсі залы галереи задзенічаць паднаціональну культурную спадшану народнага мастака. Вероніка Варашыліна, Йоўен Макеінка, тэля радоэкаампанія Гомель. Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знасти на нашым сайці ў интернеті па адрасі www.tvergomil.by Далі ёфіры де-факта і спортивны агляд, а я з вами развітваюся. Усяго добрага і до новых сустрэч ёфіры. Эфір телеканала Беларусь 4 продалжае де-факта в студіе Алексей Німкевич. Здраствуйте. В Светлогорском районі в Березіне утонул подросток. Трагедія праизошла накануні около пяти вечера. Парень гостіл у бабушкі в діревні вмісті з приятелями. Он адправился купацца на речку. Але в тому місці, котре вибрали ребята, було запрещено плавати. На це їм указали взрослые. Тоді подростки решили поискати нове місце для віддыха. І вже там парень в който момент ушел под воду. К місту проїсшествия вызвали екстренні служби. Тело пока не найдено. При тушенній лесного пожара в Жлобинському районі погиб спасатель. Возгорання ліквидували вблизи деревни Лисань. Во время роботи пожарний потерял сознання. Реанимаційні мероприятия сразу же начали проводить спасатели, а затем прибывшая бригада скорой медицинской помощи. Но спасти мужчину не удалось. Причина смерти устанавливается. В Гомеле на пожаре пострадал строитель. Спасатели вызвали по причине того, что с технического этажа еще строящегося дома по улице Чечерской шел дым. До приезда пожарных рабочий организации застройщика сам позвонил в скорую. С ожогами и термоингалюционной травмой его доставили в медучреждение. Пожар был ликвидирован спасателем. Вместе с тем огнем повреждены пенополистирольные плиты на площади 20 квадратных метров закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий нарушений противопожарных требований при проведении огневых работ. В Житковичском районе спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП. Авария произошла на трассе в районе деревни Березники. Там столкнулись два грузовика. В результате водитель одного из автомобилей оказался в железном плену. Работниками МЧС при помощи специального инструмента пострадавший был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Второй водитель не пострадал. Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное изготовление хранения и сбыт спиртных напитков. Сомнительный алкоголь, который хранился в канистрах и бутылках, обнаружили в частном доме в Гомеле. Общий объем спиртного различного ассортимента составил около 700 литров. Все было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, часть изъятого вещества оказалась этиловым спиртом, полученным из пищевого и непищевого сырья, а часть спиртным напитком различного ассортимента. Также установлено, что алкогольные напитки не соответствуют требованиям действующей намеренно-технической документации и данным указанным непосредственно на этикетках бутылок, в которых хранилась виновным и вынес постановление о его привлечении к административной ответственности. А в Ветковском районе задержали водителя автомобиля Mercedes-Benz, который без сопроводительных документов перевозил лом черного металла общим весом более полутонны. По данному факту проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси примет участие в отборочном турнире первого в истории чемпионата Европы по мини-футболу среди женщин, который состоится в 2019 году. Всего заявки на участие в Евро подали 23 страны. 5 июля белорусская дружина узнает своих соперников на предварительном этапе, который пройдет в 20-х числах августа. Основной раунд отбора запланирован на середину сентября. 2019 года на площадке одной из команд-финалисток. В рамках подготовки к чемпионату континента белорусская команда проведет в Гомеле два товарищеских матча со сборной Молдовы. Завтра стартовый свисток в спорткомплексе «Локомотив» прозвучит в 7 часов вечера. Второй спарринг запланирован на субботу 23 июня. Эта встреча также пройдет в спорткомплексе «Локомотив». Начало в час дня, вход свободный. Кроме того, прямую трансляцию обоих матчей можно будет посмотреть на сайте Белорусской ассоциации мини-футбола. В Гомеле правоохранители играют в мини-футбол. За награды областного чемпионата спортообщества «Динамо» на площадке стадиона «Гомсельмаш» сражаются 9 команд. Сегодня прошли игры в подгруппах. Лучшие дружины завтра в матчах плей-офф разыграют медали чемпионата. В Гомеле проходят республиканские соревнования по судомодельному спорту на открытой воде. Состязание проводится в рамках 16-й спартакиада в плинах спорят 8 команд со всей страны. Состязание радиоуправляемых моделей и копий, например, проходит в два этапа. Сначала стендовое соревнование. Тут судьи оценивают внешний вид модели, точность исполнения и соответствие чертежа. После уже испытания на воде. И насколько бы безупречной не была копия безуспешного прохождения дистанции на водоеме, о победе разговор не идет. Не менее интересен турнир по водному футболу в составе команды по три модели класса «Спринджер». Задача – завести мяч в ворота соперника. Кроме того, в рамках турнира проходят гоночные заезды моделей катеров и яхт с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями. Судомоделизм, как авиа и ракетомоделизм, это спортивно-технические виды спорта. Это не физические, это спортивно-технические. И прежде чем, скажем, спортсмену с чем-то выступать, он должен это сделать. В данный момент, скажем, если это судомодель, он должен подготовить свой спортивный снаряд, то есть он подбирает прототип модели, ищет информацию по нему, значит, делает. Делает модели, может, и 2, и 3, и 4 года, если хорошие, сильные модели. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...